На цифровых билбордах Манхэттенского кинотеатра «Розовый» горит особым вольнодумством. Наталья Синдеева пытается поймать на телефон свое изображение. Североамериканская премьера фильма «О ней и ее дожде» – единственном в России независимом телеканале – включена в программу крупнейшего в Соединенных Штатах фестиваля документального кино. Для меня это просто очень какая-то личная история. Это очень личная история, поэтому я оценивать себя там не могу совсем. На английском у фильма более хлесткое название – благозвучный русский перевод «К черту такую работу». Тут редкий случай, когда с попкорном в кинозал входить не надо. Этот фильм для сопереживания, а не для пережевывания. В эфире экстренных выпуск «Здесь и сейчас» телеканал «Дождь». Режиссер Вера Кричевская из «Дождя» по сути сложила хронику России последних 13 лет. От иллюзорной оттепели до поправок к законам и верховенства беззакония. Отрезок жизни целой страны, где единственным свободным вещателем оказывается канал с клеймом иностранного агента. В первую очередь я думала, как сделать так, чтобы это было понятно, как можно было бы передать все наши перипетии и переживания людям, которые вообще не сталкивались ни с чем подобным. 104 минуты о том, как розовая мечта обретает краски протеста, как лицом перемен становится танцующая под дождем женщина-мечтательница, как из зоны комфортных новостей на Майдан, на войну, в автозак пойдет далеко не каждый. Мы избранные, мы заражены нарциссизмом. В архивных кадрах, на которых построена большая часть фильма, повторяют сотрудники «Дождя». Один из соавторов фильма, британский продюсер Майк Лернер, номинант на «Оскар» и «Эмми», лауреат фестиваля независимого кино «Санденс», считает эта лента отражение того, что происходит в обществе с независимой журналистикой. Это просто невероятная история, и она продолжается. Сейчас идут попытки закрыть правозащитную организацию «Международный мемориал». Во многих отношениях это похоже на окончание свободы слова в России. Оптимистичный канал для нормальных. Таким задумывался когда-то «Дождь», и, судя по фильму, эта система координат не изменилась. На мой взгляд, он все равно оптимистичный, и канал, несмотря на негативные новости, которые мы вынуждены рассказывать, и отсутствие какой-либо позитивной повестки за последние несколько лет, мы все равно стаемся оптимистами. На премьере в Нью-Йорке особая публика – критики, режиссеры, диссиденты с именами. Гарри Каспаров, Михаил Барышников. У каждого свой собственный протестный путь, каждый по-своему – человек, дождя. Реакция западной аудитории, особенно американской, говорят авторы, очень важна, тем более, что работая над этим проектом, лишний раз убедились – у русских и американцев эмоциональное восприятие совпадает. Российская государственная пропаганда делает нас с американцами врагами и ужасно далекими друг от друга. А оказывается, что на простом эмоциональном уровне, на киноязыке, мы понимаем друг друга намного лучше, чем с какими-то другими нациями. В программе Нью-Йоркского фестиваля запланировано еще несколько показов. До этого была европейская премьера в Варшаве. Затем команда повезет фильм на фестиваль в Амстердам. Мир открывает новую для себя Россию, которой нет на экранах федеральных каналов. И в танцах на крыше под дождем видит новую журналистику, которая умеет не врать. Нина Вишнева, Александр Барыш. Настоящее время Америка. Нью-Йорк.